Здравствуйте, друзья! У нас делегация. Делегация вы откуда? В Солнечной Флориды. Что, правда? Ну, уже в бывшем там, сейчас в Сакраменто. Так вы сколько во Флориде-то? Год мы прожили там. И как давно уехали? Месяц назад. То есть вы прям как знали, что там ураган какой-нибудь придет? Ну, вот, видимо, было причастно. Уж не жили ли вы в Ки-Весте? Нет, ну, были один раз там. Так. Ну, и все. А где жили? В Тампе. В Тампе, понимаю. Так сказать, со стороны Мексиканского залива. Да, теплого Мексиканского залива. А как там в Тампе? Там вот, у меня такое ощущение, что такое место, как бы, такое тихое очень. Как бы ничего не происходит, нет? Очень тихое, да. Очень тихое, ничего не происходит. Говорят, растет быстро, строится много, да? Много приезжает людей, когда мы приехали, познакомились с ребятами. Они были в шоке, что услышали русскую речь в магазине. Говорят, такая редкость. В Тампе никого из русских не встретишь, а потом на каждом шоке. На каждом все больше и больше и больше. То есть туда все больше. И откуда вы приехали в Тампе, во Флориду? Из России, из города Кемерово. Да вы чего? Прямо у вас какая-то промышленность какая-то там? Ну, вообще, как бы, это Кузбасс, это угольный регион. Так, хорошо. А так, ну, много предприятий было. Немножко осталось, но уже... Хорошо. Так вы, если не секрет, каким, так сказать, иммиграционным каналом? Каналом политическим, политическим убежищем. То есть вы приехали с семьей, типа, как погостить, наверное, да? Ну, не погостить, а отдохнуть. 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 Ну, я чувствую, что вы уже так давно отдыхаете тут. Ну, да, уже как бы прибыли. Но дело в том, что действительно Флорида, она располагает к отдыху. Расслабляет. Расслабляет, не особо хочется как-то. Из-за жары сложно там, конечно, работать. Так вы какую там работу выполняли в первый год? Ну, вообще, всю мою сознательную жизнь у меня были интересные автомобили. Это не то, что уголек рубать-то. Нет, нет, нет. И лет так 16, наверное, я работал в автосервисе. И всю жизнь моя была связана с автомобилями. Многие спрашивают, вот у меня на канале спрашивают, если приехать в Америку, во сколько востребованные люди, которые хотят делать автосервис? Я помню, у вас даже в последний раз был вопрос по поводу тех, кто кузовные ремонты делает. Да. Вот эти более востребованные. Особенно те, кто качественно делает кузовные ремонты, это более... То есть, даже если у них, например, нет разрешения на работу, все равно найдется. Да, найдется. Особенно, если те, кого есть руки, и они из нужного места расстыть найдут. А чего платят, например, во Флориде, где платят немного? Ну, не много там платят. Значит, я с кузовным ремонтом не как, я только механический, слесарный. Да. И вот первое время было 12 в час. А с опытом? Это мои с опытом, там, 13 часа. А если было бы... Ну, это как бы наличкой. Ну, да. Ну, это уже неплохо, это как, допустим, те же... Но не было, как бы, не было полной рабочей недели. То есть, работы не так много, чтобы можно было всю неделю быть занят. Понял. Давайте теперь представляться, что-то мы с опозданием. Дама. Дама, представляйтесь. Валерия. Валерия. Сергей. Так, две дамы. Как зовут? Маша. Маша. Мася. Это Маша. А это Аня. Таня. Аня. Аня и Маша. И Эмили. И Эмили. Ну, это Эмили, это понятно. Так, так, а вы чем занимались во Флориде? Во Флориде? Нет, ну, вы так как-то... То есть... Эх, 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 эх... Эх, эх, эх... Не, ну, можно не говорить. Почему? Нет, вообще занималась... Сначала сидела с детьми, уходила в депрессию, не зная, что вообще. Меня здесь ждет дальше. Ну, а потом случайным образом начала заниматься шопингом. Как это называется? Шопингом для других. А, для других. Ничего неудобно. Конечно, ходишь, покупаешь. Да. Мы придумали свою, так сказать... И сейчас, да, мы придумали свою фишку в этом. Особенность не так, как у всех. И развиваем это дело... Бизнес как бы у вас такой. Да, на мировой масштаб ходить. Давайте я только уточню у вас. Значит, все-таки вы подавали на политическое убежище в каком офисе? У нас адвокат Светлана Кафф. То есть, Светлана, которая находится в Сан-Франциско, но подавали вы не в Сан-Франциско. Нет, мы в Майами. В Майами. Теперь вы приехали в Сакраменто, потому что вы хотите перевезти ваш кейс в Сан-Франциско или что? Ну, вообще, да. Ну, вообще, как бы, у нас наша затея переезда не то, что вот прям надо перевезти кейс. Это будет сопутствующий. При переезду многие вещи, которые нас побудили именно переехать, а переводить будем. Мы сегодня как раз хотели поехать к Светлане, заехать, я не знаю, что она в новом офисе. И у нас не хватило времени с утра собраться, дела, трафик. И мы просто не успели в Сан-Франциско, хотя очень хотели, планировали сегодня поехать. Хорошо. Так, как давно у Сакраменто-то? Месяц. Чем заняты? Сейчас, опять же, я работаю в автосервисе. Но у вас есть разрешение на работу? Да, сейчас есть. Мы разрешение все получили, и дети тоже получили разрешение, они могут работать. Не хотят только. Не хотят только. Почему хочу? Не хочу? Ну, молодец. На телевизор надо зарабатывать. На телевизор? Хорошо. Так. Значит, разрешение... Давайте вы ее изолируете от поверхности, чтобы она не могла нам на звуковую дорожку влиять. Документы мы еще получили, будучи в Тампе, но не было официальной, так скажем, работы с ней сложно. Во Флориде с этим сложно. То есть, во Фроди с нелегальной легко, а с легальной сложно? И с нелегальной тоже достаточно сложно. Поэтому здесь, как иногда спрашивают у вас по поводу вообще переезда во Флориду, в Майами, Тампа. Ну, можно, но мы сейчас как бы уже с высока опыта уже понимаем, что можно было сразу. Но вы не жалеете вот так вот? Нет, мы нисколько не жалеем. То есть, киверов не тянет вас? Ой, нет. Ну, и вкус бас, там, смирись бы в едином порыве, там, нет, с массами, нет, 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 хорошо. Так эту, испанскую мову, там, не разучили? На первый магазин, когда заходишь, супруга моя, как бы, она особо вообще не разговаривает по-английски, потому что она все же учила французский язык. Мне английский вообще не дается, заход не продвинулась вообще. И, допустим, два, это ту, она говорит тю, 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 да. Это как в Харкале, говорит тю. Тю, да. Вот, и когда говоришь, что ты не говоришь по-английски, сразу переходит на испанский. То есть, это вполне нормально, и, как бы, иногда даже сложно получить работу нормальную, если не знаешь испанский. А вы вообще какой такой, у вас есть какая-то этническая, да, как-то особенность? А, ну да. Где-то там, глубоко вдали. Да, вы какая, вы какая? Вдали у меня есть прапрабабушка-осетинка, и все это осетия на моем лице вылилось, хотя все русские остальные. Это бывает. Так, хорошо, значит, так вы что к нам? Мы к вам, вас посмотреть, себя показать, познакомиться. А то на протяжении, наверное, более чем полутора лет, каждую пятницу мы с вами. В нашей трансляции. В нашей трансляции, да. Ну и по поводу, другие видео тоже смотрят. А, и Анечка тоже смотрит, да? Да, родители. Ну, когда нечем заняться. Ну, ты скажи, какие сюжеты больше всего тебе вот так нравятся? Ну, я полностью так не смотрю. Я просто, когда по дому бегать нельзя, нечем заняться. То есть бегать нельзя, нужен какой-то другой позитив. Понял? И тут я со своим терапевтическим голосом. Понимаю, понимаю. Так. А ты кем будешь, когда вырастешь? Пилиции. Надеюсь. Поет, да? Пойдем. И музицирует. На нервах. Какие потери понес Кузбасс? Я думаю, так. Значит, по поводу, вернемся к вопросу работы. Да. В сервисе работал во Флориде. И сейчас в сервисе. Ну, как бы, все хорошо, все официально. Ну, где русская жизнь-то мощная в Сакраменто? В Сакраменто очень мощная русская жизнь. Такое ощущение, что... Попал в Советский Союз. У меня, глядя на магазины, и людей так... Такое ощущение, как в детстве было. Советское, Шампанское. Один раз я вообще в русский магазин зашла. Блин, петушки! Это леденцы такие? Да, да, да. А там сейчас что, нет в России петушков? Есть, есть. Она просто во Флориде не была. А во Флориде мы не ходили в русские магазины. Там один или два, и они далеко от нас находились. Ну, в танке пляжи хорошие, можно? Ну, вот единственный, скажем, плюс Флориды для нас, это, наверное, все-таки пляжи и теплый мексиканский залив. А там нет, не летает какая-нибудь дрянь там в воздухе? Какие-то насекомые? Много всяких. Особенно, как мошки. Когда на пляже и солнце только зашло, все, надо быстрее бежать, потому что будешь покусан и очень сильно. Крокодилы. Ой, это мошки, но мошки покрупнее. Есть крокодилы. Ну, в самом, конечно, заливе нету, потому что они... А любое озеро, любое, в городе взять озеро, в любом озере сидит крокодил. Он тихо сидит? Да, тихо, ну, если, конечно, не близко к берегу, не подходить. Не трогали знакомых тоже. Но знакомых в комплексе жили крокодилы, их там каждую неделю приезжали. Вылавливали они, опять отмуток брались там. То есть они очень-очень... У нас в озере только черепахи жили, они периодически выползали. Большие черепахи выползают, у них такие длинные. Какие планы на жизнь-то? Планы на жизнь? Да, ну вот вы сюда приехали, вы же не подумали, а поедем там два часа, в конец там. Фотку снимем там. Все целенаправленно, все продумано. Давайте. А сейчас мы приехали сюда и только, наверное, из-за ИТ, которая нам интересна. Здесь все сосредоточено. Нам нужно продвигать наш проект дальше, выходить на другой уровень. Вот с этим вашим шопингом? Да. Такой вопрос. Вам, вы, так, в каком возрастном диапазоне будете? Детки у вас, можно сказать, юные. То есть вы вполне могли бы там быть лет 28-30, там, не знаю. Ну, вот. Чуть-чуть за 30. Чуть-чуть за 30. Ну, что же. Нет, мне 33. То есть вы еще очень юные. Еще есть время. Вам еще 35 лет до пенсии. Иногда вам задают вопросы, вот мне 35 лет, вот что же, как же. Я думаю, странные люди. Да. Большой гроб заказать, или маленький. Только все, все только началось. Мне кажется, и в 40 не поздно приезжать, и в 50 не поздно. Тут в любом возрасте можно приезжать. Не поздно и в 72, но просто чем заниматься отличается. Скажем, амбиции в 33 гораздо больше, чем, скажем, в 42, и, соответственно, в 50 еще меньше, чем в 42. Ну, да, и вот наши амбиции, они несколько нас бьют по голове, и заставляют двигаться дальше. Это очень хорошо. Тем более певица в семье. Будущее. Будущее. Ну, да. А что в очочках? Почему ребенок в очочках? Это вы еще оттуда привезли, или вам в Америке выписали? Уже здесь. Нет, вот эти очки здесь мы делали, а вообще... У меня с Россией вы, понятно, как разломались. Так ты в школу ходишь? Ну, да. В какой класс? Второй. А я садик. Ну, садик, это какая жирия? У тебя тоже в садик ходил, меня не было. Да, есть бабушка. Да. Садик на дому. Постойте, так, Анечка, а ты по-английски уже прям как по-русски можешь? Ну. То есть достаточно свободно? На уроке все понимаешь? На уровне друзей, а не на взрослых, то есть. Ну, взрослых там другой словарный запас, конечно, лексика другая. Но в школе понятно все. Ну, я. Друзья есть? Ну, да. У меня в классе мальчик русский есть. Нет, они русские друзья есть? Что? Друзья, которые не русские есть? Ну, да, есть. Ну, они хорошие в целом? Ну, да. Просто лучше, мне кажется, чем во Флориде, потому что там все испанцы были. То есть там наших не было? Ну, я вообще интересная русская была в моем школе. Слушай, а которые испанцы, но они же не обижают там других? Ну, у меня была такая девочка, она чуть-чуть вроде бы на испанском говорила, прям вообще. Комплекты были. Здесь ничего понять нельзя. Ну, то есть не просто... То есть она как бы ожидает, что их понимают. Она мне вредила постоянно. То есть она... А вот когда я еще ничего не понимала, она мне там карандаши отбирала. Ага. Ну, да. Бумажки подрывала. Так могла подумать, что она учит английский, а это испанский был. А был такой, знаете, анекдот, как там лет сто назад, такая массовая эмиграция там еврейская, и в кошерный ресторан приходит там человек покушать и обслуживает его китаец. И наидиш, знаете, так обслуживает его, прямо наидиш. Ну, и подходит хозяин и говорит, как вам в нашем ресторане, я вижу вы первый раз, он говорит, потрясающе, как это еда хожу. И вот этот китаец, который наистиет, говорит, это просто что-то. Вот так палец кубам подносит, говорит, тссссссс, он думает, что учит английский. Вот. Так просто у тебя так получалось, что девочка говорила по-испански, можно было подумать, что это английский. Ну, хорошо. Слушайте, у вас этот маленький зайчик такой солнечный, это просто такой жизнерадостный такой цыпленок. Твой какой цыпленок жизнерадостный. Иии. То есть это вот... Тот случай, когда палец показывает и смеется. Но, Стар, Анечка, не обижайте тебя? Ну, не так иногда немножечко. Хорошо. Мне очень нравится, когда две девочки. У нас зал большой, можно побегать друг к другу. Да, это хорошо. Нет, побегать важно, правда? Ну, для вас это очень важно. Ну, хорошо, ладно. Давайте, может быть, вы какое-нибудь напутствие тем людям, которые нас смотрят. Знаете что? Давайте я вам такой вопрос задам. Можно сказать, коварный и полезный одновременно. Есть мать мущая людей. Которые, когда смотрят, какие бывают способы миграции. Они говорят, ну, это я не могу, это я не могу. Потому что, скажем, по работе у меня нет такой специальности. По родству у меня нет родства. Там политики меня никто не преследует. И в итоге, значит, вот все-таки политическое убежище. У меня личное ощущение такое, что народ недооценивает. То есть, вот они, знаете, или как говорят, допустим, там, виза для одаренных. Говорят, это надо быть лауреатом Нобелевской премии. Не обязательно. Не обязательно. Там вот даже программисты хорошие, значит, квалифицируются под визу для одаренных. С политическим убежищем. Вот насколько это, как сказать, насколько вероятно для человека, который, как бы сказать, никогда не думал на эту тему, но вот когда начал думать, насколько вероятно, что найдется что-то, о чем поговорить? Ну, найдется. У каждого, я думаю, наверное, найдется. У каждого не найдется. Не у каждого. Ну, хорошо, не у каждого. У многих найдется. У многих. У каждого, но у многих. Ну, просто, может быть, по-другому стоит, наверное, как-то взвесить все позиции, какие есть. И тогда уже более понятней станет. Дело в том, что мы, в принципе, вот, скажем так, мы приехали в 16-м году в июле. Начало ли июля. О том, что мы поедем в Америку, мы, скажем так, приняли решение, когда уже вопрос стоял, что надо ехать. Надо делать ноги. Не ехать надо делать ноги. Наверное, в январе. В январе, да. У нас скоро постижно все получилось. Как-то так надо было собраться. Накатило. Да, и надо было собраться и ехать. И о том, что... И когда я начал изучать вопрос, куда, как бы... То есть, мы вопрос, как бы, изучали, куда. Я вам расскажу одну интересную вещь. Куда ехать, мы сильно Америку не рассматривали. Может быть, по причине того, что... А вдруг понравится. Считали, что это как-то неизвестно. Какое-то, да, далекое, недосягаемое, что-то такое. И вдруг понравится. И тут я нарвался на несколько видео, в том числе ваше. Еще некоторых блогеров посмотрел и действительно понял, а почему бы и нет. Потому что... Пуркоба и не пахнет. Да. Почему бы и нет, почему бы и не попробовать. Потому что, как бы, есть... Есть шансы, как бы, все это дело привести в нужное русло. И уже через 2-3 месяца у нас была виза на руках, хотя мы ее получали, у жены был абсолютно чистый паспорт, вообще не беспоездный, только полученный. То есть у нас было настолько все интересно в этом плане. В январе мы впервые подняли разговор о том, что надо переезжать в Америку. Друг с другом. Да, да, да. И тут же внезапно появился покупатель на квартиру, которая стояла на продаже года 2 назад, и никто даже не интересовался. Я получила загранпаспорт, с первого раза мы получили визу, у меня вообще не было загранпаспорта. Ну, то есть масть легла, как бы, на вашу сторону, хорошо. Да, продали бизнес, и все, и в июле мы были здесь. И для меня вот эти полгода настолько были внезапными, настолько сумасшедшими, что когда я приехала в Америку, я вообще не поняла, что произошло. То есть я не успела даже испугаться. Как-то хоп, и мы тут. Есть люди, которые готовятся годами, волнуются, а вдруг не получится. У нас не было времени, чтобы испугаться. Это даже неплохо. Так, за одним числом испугались меня, потом уже. Да это же сильно не испугались на самом деле. Нет, а потом мы поняли, что, блин, надо было. Почему мы раньше об этом не думали? Мы раньше, действительно, мы планировали переезд еще в году машинка. То есть вы в лотерею не играли? Нет. Мы о ней узнали только в январе, 16-го года, что оно, в принципе, существует. Окей. Мы планировали в 14-м году переезд в Словению. Хорошо, давайте вот я вас, может быть, верну в какую-то теме. Так. Я пытаюсь, как бы, для тех, кто нас смотрит. Вы смотрели наш плейлист по политическому убежищу? Вот у меня там и Андрей Романенко, и Светлана Кав. Ну, в основном я смотрел Светлана Кав. Ну, а Светлана... Хорошо. Вот для человека, который ничего не знает про политическое убежище, но готов потратить время. Я могу сказать, что, допустим, смотреть вот наш этот плейлист по политубежищу, это как бы хорошее начало для того, чтобы разобраться. Или есть какие-то источники, можете посоветовать, вот с чего начать изучение вопроса политического убежища. Не было абсолютно достаточно, я больше... Вашего канала и сайта, говорим про ЮЭС. Все, это два основных источника. Форум. Конечно. Ты можешь почерпнуть всю информацию. Да, это абсолютно полная информация. Я нигде не задавал даже вопросов. Просто достаточно потратить время на то, чтобы прочитать. Взвесить и понять, что как двигаться. То есть, на самом деле, информация вся есть, но просто надо ее чуть-чуть потратить время, сделать усилия, чтобы ее найти. Оно все есть, и очень много. Ну и я тут уже поняла, что если люди начинают задавать вопросы именно как, где, подскажите, они не хотят сюда ехать. Это просто праздный интерес. А мало ли вдруг нет. То есть, даже если не сказать, то все равно как бы... Они не воспользуются этой информацией. Очень, очень... Ну, есть, конечно, которые воспользуются, но зачастую, как правило, вот мне лично показалось, что спрашивают просто вот, просто спросить. То есть, грубо говоря, так, если человек реально заинтересован, вся информация есть, пошел на шоу. У меня тоже, у меня в Инстаграме много подписчиков, и каждый день кто-то задает вопрос, один и тот же вопрос, а как вы попали в Америку? Он меня, наверное, больше всего смешит всегда. Я всем одинаково отвечаю. Они думают, есть какой-то неизвестный способ. Да, я говорю, мы попали на самолете, думали, может, там, на Титанике, но он, увы, утонул. И начинаю, конечно, порой язвить. Но я понимаю, что люди, которые не хотят даже просто в том же поисковике набрать эмиграцию в Америку, почитать это все, смысла нет уехать. Потому что никто здесь не будет бегать с кем-то. У меня, знаете, была мысль вот такая, я не знаю, она реализуется во что-то или нет. Вот вчера буквально я думал, надо сделать такое видео и назвать «Никому вы здесь не нужны». Ну да, никому. Вот. И, да, и как бы такое провокационное, потому что мы с вами думали, да ты и там-то никому не нужен. Но вопрос в чем, ты себе нужен или нет? Ну да. Ты себе сам нужен? Ну что же, хорошо. Ладно, давайте вот чего сделаем. Давайте мы с ребятами попрощаемся. Так? Нам поболтать еще надо. И просто я хотел показать. Сгрудься! Мася, сгрудься с папой. Туда, давай. Слушайте, это какой-то... Кто по гороскопу, ваша Мася? А кто у нас по гороскопу? 25 сентября будет 3 года. Кто его? У меня будет родитель. Три года будет уже? О, да ты к серьезному возрасту. У меня будет родитель. У меня будет родитель. У нас, да, мы не скучаем. У нас секунды. Ладно, ну что, мне очень нравится ваше семейство. Вы такие прикольные все. Ну давайте мы, знаете что, девочки? Значит, Мася, ты тоже. Значит, мы все берем... Где правая рука? Показали правая рука. А у тебя где? Мася, правая рука где? Это левая, Маша. Значит так, берем правой рукой, ребята. Берем правой рукой и вот делаем привет всем, кто нас смотрит. А вы смотрите лайк, глядя, как мы вам делаем привет. Счастливо. Спасибо. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok